Американский бойкот Пекинской Олимпиады. Выстрел в ногу. Григорий Игнатов в журналистской правде за 7 декабря 2021 года. США вредят самим себе, игнорируя зимние Олимпийские игры в Пекине. Вместо морального давления на КНР, Белый Дум просто теряет собственный авторитет. США решили объявить дипломатический бойкот Пекинской Олимпиаде. Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую и официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки. Впрочем, дипломатический бойкот не означает отсутствие американских спортсменов на играх. Они поедут и примут участие. Не поедут только чиновники и политики из США. Глупый, беспомощный и опрометчивый шаг. Вот так. Да, сразу все вместе. Почему глупый? Ну, а вам самим не кажется, что если уж Белый дом серьезным лицом вещает о том, что в Синьцзяне геноцид и в качестве решительного ответа на него предлагают просто не прислать какую-нибудь Камалу Харрис просиживать юбку на трибуне стадиона? Несоразмерность серьезности заявления, огромности названной проблемы и реакции на нее совершенно очевидны. Окей. Вот не приедет эта делегация из США поболеть за своих спортсменов. И завтра же Пекин полностью переформатирует уйгурский автономный округ вместо всеобщего счастья и свободы. Кто-то в это верит? Видимо, не единый человек в мире. Тогда зачем позориться подобным образом? Зачем подставляться под вал обвинений в духе «Вы все делаете формально для галочки, делаете так, чтобы ничего не делать?» Уж ладно, вы сами спортсмены не поехали. А тут теперь о беспомощности. Частично уже было сказано выше, что не стоило сверхдержаве демонстрировать свою способность бороться с выдуманными геноцидами, такими нелепыми и ничтожными методами. Но все еще хуже. Дело в том, что такой бойкот еще чего-то бы стоил, если бы его поддержало множество стран. Тут, конечно, срабатывает эффект перехода количества в качество, и целые ряды пустых вип-трибун оказали бы определенный медийный эффект. Но британский премьер Борис Джонсон объяснил, что Великобритания и так возглавляет международные действия в ООН по привлечению Китая к ответственности. «Мы осуждаем то, что происходит с уйгурами, это ужасно, но правительство Великобритании обычно не поддерживает бойкот спортивных соревнований», указал Джонсон. В конце ноября канцелярия премьера сообщила, что власти пока не решили, поедут ли на Олимпиаду члены британского правительства. При этом премьер-министр не поддерживает спортивный бойкот, уточнили в канцелярии. Власти Австралии в ноябре сообщали, что допускают дипломатический бойкот игр, но тоже пока окончательно не определились. «Если уж ближайшие союзники по новому антикитайскому блоку Аукус не рвутся демонстрировать поддержку американских действий, то что говорить о прочих, более умеренно про американских странах? Знаете, что получается? А вот это!» Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту. «Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!» Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал. «Где твой преступник? Где он? Иностранный преступник!» Глаза регента радостно заиграли. «Этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать «Караул!», а то он уйдет!» «А ну давайте вместе разом!» И тут регент разинул пасть. Растерявшийся Иван послушался шуткаря регента и крикнул «Караул!», а регент его надул. Ничего не крикнул. Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный». «Ну что, белодомцы, крикнули караул, а никто не поддерживает?» «Ах, как неудобно получилось!» «Никто не хочет ловить иностранного преступника на Олимпиаде!» «Что это, если не позорная беспомощность?» И, наконец, об опрометчивости. Возможно, кто-нибудь подумает, но если действия США так беспомощны и глупы, то разве они способны вызвать яростную и болезненную для Америки китайскую реакцию? Смотрите, тут все не так просто. С одной стороны, бойкот США далеко не так эффективен, чтобы на что-либо повлиять, но с другой – это недружественный жест, который нельзя оставлять без внимания. Он, знаете, и плевок на ботинок не несет с собой непосредственной угрозы чужому здоровью, но вряд ли вам это спустят с рук. Для начала, чтобы в Белом доме о себе слишком высоко не думали, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пен Юй дал отповедь. Никаких приглашений американским политикам не было направлено, так что этот дипломатический бойкот просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт является всего лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии. На самом деле никого не волнует, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. От себя добавлю – молодцы китайцы! Ну просто вот молодцы! Они научились у СССР многому, прежде всего, игнорировать каждый чих с запада. Дальше продолжать мысль не буду, сами закончите. Но когда-то дипломатическое острословие отзвучало, Китай все-таки показал зубы. Китай пригрозил США решительными контрмерами за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова официального представителя Министерства иностранных дел Китая Джао Ли Цзяне. Чиновник добавил, что заговор Соединенных Штатов Америки с целью сорвать Олимпийские игры обречен на провал. Также, по его мнению, это приведет к потере морального авторитета и доверия. И вот теперь о потере морального авторитета. Настоящая изюминка всего этого заключается в том, что Байдена-то на Олимпиаде не будет. А Путин будет! Будет Путин, видимо, где-то рядом с председателем Си. Будут представители прочих стран, европейских в том числе. И символически получается, что лидеры мероприятия Путин и Си, сам хозяин и его наиболее почетный гость. А другой, самый почетный гость, самоустранился. Что ж, тем лучше. Если кто-то не приходит на торжественное событие, то далеко не факт, что он тем самым вредит событию, а не самому себе. Интересно, подколет ли Владимир Владимирович своего собеседника на эту тему в сегодняшней беседе по видеосвязи. Американский бойкот Пекинской Олимпиады. Выстрел в ногу Григорий Игнатов в журналистской правде.